Взгляд Коломойский тоже отвел свои войска Л. Коломойский тоже отвел свои войска 1 апреля 2015 года 21.42 фото, кадры из видео Life News Текст Юрий Зайнышев Это фальшивка, клевета Олега Бугрова я очень хорошо знаю Мы плотно взаимодействовали Он с трубным бизнесом нигде не пересекался Минус заявил газете «Взгляд» премьер Л. Н. Р. Геннадий Цепкалов Комментируя обвинения, выдвинутые в России против бывшего министра обороны ЛНР Также Цепкалов внес ясность в ситуацию с обезвреживанием банды казаков под городом Красный Луч В понедельник в Петербурге был задержан Олег Бугров Ранее возглавлявший Министерство обороны Самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ЛНР По некоторым данным, ФСБ подозревает его в причастности к поставке в порт-усть луга контрафактных труп Однако официально в ФСБ задержание не комментируют Эксперты газеты «Взгляд» назвали дело сугубо экономическим Тогда же, в понедельник, прокуратура и народная милиция ЛНР задержали в поселке Петровское под городом Красный Луч казачью банду Сообщает в среду телеканал Как утверждает СМИ, группировка не принимала участие в боях, зато держала в страхе местное население В частности, занималась мародерством Всего задержано 48 человек, у них изъято 6 гаубиц, 2 120-мм миномета, зенитная установка, боеприпасы и стрелковое оружие По некоторым данным, командир отряда с позывным «Магадан» подчинялся атаману Николаю Казицину Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий сдал указ о разоружении всех формирований, не входящих в состав народной милиции Как известно, разоружить все незаконные группы – это одно из требований Минских соглашений от 12 февраля О том, насколько правдоподобны обвинения в адресе экс-министра обороны и как на Луганщине идет разоружение В интервью газете «Взгляд» рассказал председатель Совета Министров ЛНР Геннадий Цепкалов Взгляд – Геннадий Николаевич, что за казаки были разоружены в Петровском Сколько еще осталось таких формирований? Геннадий Цепкалов, количество их должна прокуратура выяснять Пока одно-два еще есть, но ссылаться на казаков не нужно Это были не казаки, а бандформирования, которые не входили в состав народной милиции Казаки входят в нее, несут службу Также, как и другие войска, они контролируются руководством республики Те, что не подконтрольны, минус те разоружаются, будут разоружаться и в дальнейшем нести ответственность Геннадий Цепкалов, фото, Станислав Красильников, ТАСС Взгляд – подчиняются ли теперь вам атаманы Николай Казицин и Павел Дремов? Еще зимой они были самостоятельны Дремов даже вел с вами публичную полемику Размещая все эти видеоролики с резкими обвинениями в адрес руководства ЛНР Г. Ц. Казицин покинул территорию республики Он никакого давления ни на кого уже не оказывает Взаимодействия с ним у нас нет А с Павлом Дремовым есть Есть у нас казачий полк, который Павел Дремов возглавляет Мы взаимодействуем, и цель у нас одна Работаем в одном направлении Взгляд – вам кажутся правдоподобными обвинения в адрес вашего бывшего министра обороны Олега Бугрова О которых неофициально сообщили петербургские издания Г. Ц. Этого не может быть Это фальшивка, клевета Думаю, служба разберется в этом и примет решение Олега Бугрова я очень хорошо знаю Мы очень плотно взаимодействовали Общались очень хорошо Он с трубным бизнесом нигде не пересекался Взгляд – пишут, что Бугров поссорился с главой республики, выступил против минских соглашений и по этим причинам ушел с поста министра Правда ли это? Г. Ц. Почему ушел? Это были чисто личные его причины Человек сам принял решение Я ему предлагал место в правительстве, которое он бы мог потянуть Но он сказал, я военный человек и службу хочу нести в армии Взгляд, одновременно с новостями из Петербурга появились и аналогичные новости из Киева Якобы там задержали бывшего министра угольной промышленности вашей республики Фамилию не назвали, но, по некоторым данным, его зовут Сергей Баранов Г. Ц. Я видел фотографию этого человека в новостях Я видел его впервые У нас был министр угольной промышленности, топлива и энергетики Элемин Дмитрий Леонидович Был и есть И на данный момент возглавляет министерство Я сам из тех, кто входил 6 апреля прошлого года в здание СБУ Луганска И я знаю всех наших людей, всех, от начала и до конца, кто были и кто есть А этого Баранова мы не знали и не видели Взгляд, насколько сейчас соблюдается режим прекращения огня Г. Ц. Крупных перестрелок нет Есть нарушение пунктов минских договоренностей Да, отвод техники проведен, но она не отведена в полном объеме Происходит просто ротация войск Перемирие может быть сорвано, если произойдет накаливание страстей, какой-то выплеск эмоций Или те подразделения, которые не подконтрольны украинским властям, поднимутся внутри Украины Скорее всего, так? Коломойский тоже войска свои отвел Стоял батальон Айдар у нас в станице, так он забрал его к себе в Днепропетровск Сил у них на сегодня недостаточно, чтобы переломить ситуацию Сколько это продлится? Трудно сказать Я не военный стратег Взгляд Вы уже выражали готовность обсуждать проведение выборов в ЛНР после внесения изменений в Конституцию Украины Но если вы все же договоритесь с Киевом и война закончится Что помешает позднее властям Украины постепенно свернуть вашу автономию? Г. Ц. На сегодня автономию уже невозможно свернуть Почему? Потому что пролилась кровь И невозможно, чтобы у нас о ней забыли Так что мы будем вести диалог о том, будем ли мы автономией в составе Украины или отдельной республикой Будем обсуждать это непосредственно с руководством Украины Взгляд Вы со среди ввели в республики жесткий контроль за курсом обмена рубля и гривны Пригрозили нарушителям карательными мерами Как этот контроль будет выглядеть? Что? Будут ходить по улицам патрулей и следить, чтобы в подворотных не спекулировали валютой Г. Ц. На сегодня экономическая составляющая республики не подкрепляется гривной Мы приняли решение о введении мультивалютных операций, разрешить использовать и другие валюты Мы должны этот процесс самостоятельно контролировать Люди у нас все понимают С валютчиками, которые у нас есть, проведена беседа В случае невыполнения постановления Совета Министров будут происходить аресты и конфискация Люди не захотят рисковать теми копейками, на которых попытаются нажиться Оно не стоит этого Взгляд В начале марта Киев сообщал, что он начал закупать у вас уголь Можете назвать объемы и суммы Г. Ц. Идут переговоры Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами, как с Российской Федерацией, так и с украинской стороной Но взаимозачиты проводить сейчас невозможно Невозможно получать деньги за уголь Банковская система не работает Украина нас блокирует до сих пор Проблема именно в этом А желающих покупать уголь очень много Это и другие государства, экспортирующие уголь Это и Донецкая Республика, и Российская Федерация Все, кто нуждается Взгляд, какой будет схема поставок Через территорию России сначала или напрямую Через бывшую линию фронта Г. Ц. Мы готовы вести переговоры с украинской стороной о том, чтобы провозить уголь и продукты через Украину Эти переговоры сейчас в процессе Рассматриваются варианты Суммы объемные Первый контракт, который мы обсуждаем Минус на полтора миллиарда гривен Проблема в том, что украинские бизнесмены хотят закупать уголь Но украинская армия не дает Текст Юрий Зайнышев